Всех приветствую, в эфире Укровавь ТВ. Я Сергей Алушкин и мы подводим итоги недели с этим миром воли. Здравствуйте. Доброго здоровья. У нас вот наступило лето, жарко уже, правда, будет на днях похолодание, но все-таки как бы жара, жара, наверное, связана с жарой политической, вот у нас совпало сейчас, запоздало, но тем не менее вот отпускной период начинается и похолодание, да? Ну вот мы уже неделю с новым президентом, а он все как-то не задаст жару, потому что полномочий нету и постоянно его хотят урезать в этих полномочиях. Что это происходит? Так вообще можно? Я думаю, что все разговоры о том, чтобы лишить президента определенных полномочий, или же, допустим, каким-то образом усложнить исполнение полномочий президентом в части кадровых назначений. Это не более чем технология, используемая для пиара в контексте предстоящих парламентских выборов. То есть мы знаем, что сейчас активизировались дискуссии о том, почему бы Украине не стать парламентской, чисто парламентской или более парламентско-президентской республикой. И я думаю, что самопомощь, которая подобную идею озвучила, на самом деле она озвучила то, что другие некоторые политические силы просто оригинально, то есть по-своему. То есть если говорить о том, что озвучила партия самопомощь, то это выглядит так, давайте мы более парламентскую республику сделаем. Не более, не менее, просто другими словами. Я думаю, что это заигрывание с тем электоратом, на который рассчитывает партия самопомощь. Что касается реального изменения полномочий президента, это однозначно вопрос внесения изменений в Конституцию. Есть определенная процедура для подобных изменений. И я не думаю, что сейчас какие-либо разговоры о том, чтобы изменить форму управления в Украине, могут быть результативными. Все это пока что подготовка к парламентским выборам, которые будут в октябре этого года. Будет ли потом что-то делаться в этом направлении, пока что это вопрос риторический. Потому что, с одной стороны, мы видим, что да, Зеленский пока что в стереотипном таком представлении выглядит как слабый президент. Мы не знаем на самом деле, каким он президентом будет. Хотя, опять-таки, не знаем, но можно что-то предположить. Я, допустим, это мое личное предположение, что это будет, кстати, я говорил в прошлой программе, это что-то будет общее, схожее одновременно и на президентство Ющенко, и на президентство Петра Порошенко. На Ющенко, сейчас дополню, да, что будет схожее на Ющенко. Это либерализм, определенный во взглядах, и мы видим, в команде Зеленского есть представители либерализма, либералы. А с другой стороны, вот никуда не деться от того консерватизма, который присутствует, от этих правоконсервативных тем, которые присутствуют и в деятельности нынешней власти. То есть, в парламенте образца 2014 года и президента Петра Порошенко. И Владимир Зеленский не может не считаться с этими темами, поскольку это объективная реальность, связанная и с конфликтом с Россией, и война на Донбассе, и аннексия Крыма. Поэтому, как бы не хотел быть Зеленский и его команда отвлеченными либералами, либертарианцами, как сейчас принято модно заменять, да, либералов либертарианцами. Тем не менее, вот придется считаться с этими темами, которые сопричастны к правоконсервативным идеям и представлениям о том, какой должна быть Украина и как она должна действовать во внутренней и внешней политике. Даже, кстати, во внутренней политике тема государственного языка. Хотя момент истины наступит относительно позиции Владимира Зеленского, тогда, когда появится окончательная редакция данного закона, ее пока нету, и потом уже будет понятно, на что и как реагирует команда Владимира Зеленского и лично он, и можно уже будет выстраивать определенные, точные определения относительно его будущего, и относительно его курса. Ну и если говорить снова о полномочиях, я не исключаю, что вот подобные заявления, они определенным образом, опять-таки умышленно эти идеи распространяются, или с тем, чтобы позлить Зеленского и его команду, или нет такого умысла, просто это игра с электоратом, с определенными электоральными нишами. Тем не менее, да, подобные идеи все-таки раздражают команду Владимира Зеленского. Мы видели эту реакцию. И все-таки, все-таки, я думаю, что на данном этапе не Владимир Зеленский и его команда, по поводу его команды, возможно, я погорячился, возможно, кто-то в его команде и настроен на досрочный распуск Верховной Рады. Но я думаю, что вопреки всем вот этим вбросам информации, что возможности досрочного распуска, даже сам Владимир Зеленский сказал, что Центр избирком не хочет, не спешит обнародовать его результаты, чтобы лишить возможности распустить парламент. На самом деле, я думаю, что это тоже политическая игра, не более того, потому что на самом деле ни президент Зеленский, новоизбранный президент, ни большинство Верховной Рады, ни премьер-министр Гройсман со своим кабинетом министра не настроены на то, чтобы вот сходу броситься в безоглядную конфронтацию всех против всех. У них у всех есть задачи, которые они должны реализовать в контексте выстраивания своей политической стратегии для президента новоизбранного. Это обеспечение всего того, что можно было бы назвать так, чтобы президент выстроил эффективную работу своей команды, провел нужное назначение. Какой же это президент сильный, если он не провел назначение на важные должности министра обороны, но для этого нужен парламент, руководитель АСБУ, министр иностранных дел, глава Национального банка, это не столь важная должность, и главное, с точки зрения внутриполитического контекста, одновременно с министрами иностранных дел, еще более важна должность генерального прокурора. Потому что назначение нового человека, то есть креатуры нового президента на эту должность, можно будет хоть как-то потом интерпретировать, как то, что вот президент взялся за работу новый, начал что-то менять, что он смог провести эти назначения. То есть это в определенном смысле будут признаки, как минимум, что новый президент дееспособен в политическом плане. Но что-то ему до сих пор никак дату инаугурации не назовут. Если вспомнить, то Порошенко инаугурация была через две недели после выборов, потому что ситуация такая критическая была. Сейчас вроде бы она тоже во многом не легче, особенно с этими указами Путина о гражданстве. Почему не спешит парламент? Я думаю, что дело не в парламенте. Хотя, опять-таки, если говорить о Центризбиркоме, мы помним, вернее, как формировался состав Центризбиркома, что там более двух третей представителей, это представители власти, действующие пока еще, если говорить о действующем президенте и парламентской коалиции, пускай она не совсем полноценная, но все-таки она существует. И вот я все-таки верю больше Центризбиркому в данной ситуации. Зеленский озвучил свои обиды, претензии, а Центризбирком говорит, что мы не просто принимаем какие-то бумажки, мы еще и изучаем эти протоколы. Поэтому, возможно, это склоняюсь к тому, что, возможно, это все-таки правда на самом деле. Кстати, сегодня было сообщение Центризбиркома, что они там большую часть уже приняли. Так что я не исключаю, что где-то после Пасхи будет заявление, хотя, опять-таки, Пасха выходной у Центризбиркома или нет. Может, они еще решат объявить на Пасху еще одну благую весть. Вот, кстати, о символизмах я в прошлый раз говорил, что некоторые вещи я не хочу произносить, чтобы не мешать естественным событиям. Это не потому, что, прошу понять меня правильно, я не считаю себя суперчеловеком, который определяет что-то, абсолютно нет. Просто, когда какие-то идеи пишешь, видишь, что какие-то мысли читают люди из окружения разных, в том числе Петра Порошенко. И вот у меня было предположение, я ждал, объявят результаты первого тура на 7 апреля на Благовещение или все-таки символичная дата. Вот, может быть, кто-то специально себе написал, сказал бы, нет, ни в коем случае, зачем подсказывать кому-то что-то. Может быть, сами догадались бы, да. Но, судя по всему, то ли никто не обратил внимания на то, что совпало это по времени. А на самом деле, да, получилось, что на Благовещение объявили победу Зеленского в первом туре. Ну, в данном случае я уже как бы не придерживаюсь той стратегии, той тактики, которой я придерживался после первого тура. Поэтому говорю, ну, а вдруг они еще и решат объявить его на Пасху, да, победу Зеленского во втором туре или сразу после нее. На самом деле, если говорить, как-то конспирологически подойти к тому, что происходило на президентских выборах в Украине. Знаете, Господь Бог посмеялся над властью. Вы посмотрите, какие интересные символизмы во времени сошлись. 31-го числа выборы закончились, в общем-то, результаты стали понятны вечером, да, но 1-го апреля день смеха победил комик. Я всегда говорил, что Бог знает, что делает. Я вспоминал по этому поводу и перед первым туром, и по итогам первого тура, и особенно, когда завершился второй тур голосования, слова Петра Порошенко, когда в Черкасской области, когда он с Томасом ездил, или не помню, что это уже было, да, перед первым туром выборов, когда кто-то его спросил, а что-то про коррупцию, он сказал, Бог вас попустить, это вы за кремливские гроши, что-то такое купленное, да, так вот, Бог вас попустить, так вот, Бог попустил. На самом деле, вот поразительное такое, знаете, стечение различных событий и символов во времени. 1-го апреля победил клоун, комик, или как его, да, день смеха. Ну, что может быть более символично? Объявили результаты первого тура на Благовещение, Благая Весть, да, я не говорю, что Зеленский это мессия, в каком-то смысле политический, да, или надежда на улучшение ситуации в Украине. На самом деле, за Зеленского голосовали не столько за Зеленского, сколько против него. В структуре его результата в первую неделю, не помню, говорил в прошлой программе, в первую неделю, после первого тура, первую неделю апреля, КМИС обнародовал результаты, ой, пардон, рейтинг, группа рейтинга, обнародовала результаты, и там был вопрос, как вы думаете, почему люди голосуют за Зеленского, 20% сказали за Зеленского как за личность, 66% против существующей ситуации. Так вот, на самом деле, тут не стоит думать, что это вот какие-то знаки Зеленскому, да, по поводу его тот, на самом деле, Зеленский просто, как сказал кто-то из моих коллег-экспертов, это зеленый таран, по-моему, Якубин или Бортник, не помню, зеленый таран своего рода против старой системы. Это антисистемное голосование. Ну и вот результат второго тура уже, неважно, когда объявят, в день Пасхи или после нее. А дальше что? Дальше начинается, на самом деле, не такая простая работа по подготовке инаугурации. Да, президент и его команда могут много чего хотеть, но любые мероприятия с участием президента и Рады, это результат консенсуса между президентом и Радой. Поэтому тут, даже если бы объявили раньше результаты выборов, все равно Владимиру Зеленскому нужно было бы пройти инаугурацию. А это определение даты, когда соберется Рада, когда согласится. То есть, возможно, он рассчитывал, что если до Пасхи, до 1 мая будут объявлены результаты, то 2 недели уйдет на подготовку, и потом, когда начнется следующая пленарная неделя, 14 мая, вот в первый же день, да, или во второй, или в третий будет инаугурация. Потому что присягу президент должен приносить в Верховной Раде. В присутствии всего состава Верховной Рады, Дипкорпуса и так далее, да. Поэтому тут вопрос определения даты. Определение даты. А инаугурация, на нее отводится 30 дней. Поэтому сказать, что если бы объявили результаты выборов, допустим, сегодня, 26 апреля, то все равно 26 мая. Вопрос упирается в то, на когда согласна и еще Рада провести эту, как его называют, инаугурацию. Даже если предположить, что его бы раньше привели к присяге, ну тут вопрос, а как это будет выглядеть, если он сходу бросится конфликтовать, распускать Раду? А что с этими назначениями? Вы понимаете, если он просто бросится сразу распускать Раду, то получится так, что у него не министра иностранных дел, а этим вопросом нужно заниматься, не министра обороны, а какой же главнокомандующий без министра обороны? Да, исполняющие обязанности, все это прекрасно, но тем не менее это то. Луценко остается еще генпрокурором до завершения формирования новой коалиции в парламенте. Глава СБУ и так далее и тому подобное. Получается, было бы парализовано правительство? Ну, не было бы полноценной команды у президента, правительство себе работало бы, вы понимаете? Ну, как часть этой правительства, которая за внешнюю политику... Ну, часть, да, власти, она не то, чтобы была бы парализована, а тут дело в том, что даже не о правительстве речь, сколько о том, что президент не смог бы завершить формирование своего вот этого блока властного. Поэтому я не думаю, что на самом деле стоит воспринимать всерьез все угрозы с распуском. Может быть, кто-то в команде Зеленского думает, что это умный и хороший инструмент для того, чтобы держать в страхе парламент перед распуском, да, грозить им распуском. На самом-то деле парламент никуда не пойдет. Все прекрасно понимают, что распуск парламента по инициативе президентом, я даже сейчас не говорю о наличии и об отсутствии юридических правовых оснований. Вопрос в том, что даже если бы правовые основания хотя бы какие-то можно было найти, уходит Рада или не уходит на досрочные выборы, то есть одного желания президента недостаточно. Нужно, чтобы с этим согласилось еще и большинство депутатов Верховной Рады, большинство фракций. А этого пока что нету. Верховная Рада, по крайней мере, будет переформатироваться, но Кабинет Министров будет работать на парламентские выборы. Я думаю, что не стоит ожидать большого перебегания людей из фракции БПП в противоположный лагерь к Зеленскому. Скорее всего, если и будет какая-то массовая миграция, то она будет из БПП в тот проект, который будет возглавлять Гройсман. И еще, возможно, кто-то из младореформаторов. Разгромное поражение Петра Порошенко на президентских выборах фактически изменило, открыло новые возможности для Гройсмана. Теперь Порошенко над ним в политическом смысле не давляет. Более того, многие понимают, что это разгромное поражение для Порошенко и будут искать варианты, как лучше пойти на парламентские выборы. У Гройсмана, пускай рейтинг пока не очень высокий, но он старается, чтобы этот рейтинг был намного больше. Мы видим это и с историей с ценами на газ. Удастся, не удастся, тут вопрос слишком спорный, потому что мировые цены на нефть, если будут расти, то цены на газ тоже будут вслед за ними, скорее всего, расти. Но, тем не менее, что останется от партии Петра Порошенко, БПП? Была встреча президента, действующего пока президента, с фракцией. По итогам встречи Нину Южанину спросили о идеологии. Сказали, что правая будет партия, правая идеология. То есть, фактически, можно говорить о том, что президент своей избирательной кампании заимствовал многие лозунги, темы, которые до этого были почти в исключительной, исключительно принадлежали партии Свобода и некоторым праворадикальным группам. Петр Порошенко эти темы заимствовал, мягко говоря, у них. И мы увидели по итогам голосования в первом туре, особенно во втором туре, что кто поддержал Петра Порошенко. Опять-таки, за Петра Порошенко голосовали какая-то часть, а какая-то часть проголосовала против Зеленского. Но, тем не менее, кто, то есть, вот главный регион, базовый регион партии Свобода. Вот он поддержал Петра Порошенко. И тут вопрос о том, то есть, это на самом деле, если не дальше будет правую идеологию партия Петра Порошенко развивать, углублять, вот мы видим закон о языке, он в духе как раз партии Свобода, то получается так, что это плохая весть для партии Свобода и правых радикальных групп. Фактически, их олигархи, союз олигархов и части тех, кто считает себя бандеровцами в Верховной Раде, на самом деле, там не такие уж не идейные люди, там на самом деле много людей, которые ассоциируют себя с правой идеологией, народные депутаты, они не принадлежат к партии Свобода, они поддерживают партию Свобода, они влились в эту власть, да, раньше был союз олигархов и коммунистов, был такой период в истории Украины, теперь это союз олигархов и бандеровцев, мы видим последние пять лет, парламент и президент, дальше, возможно, будет союз олигархов и комиков, не знаю, это шутка, тем не менее, но для Свободы, я думаю, что это ничего хорошего пока в электоральном плане не предвещает, потому что у Порошенко и тех людей, которые будут с ними идти, есть деньги, они эту тему уже себе присвоили, многие темы, которые раньше были маркерами, да, идеологии партии Свобода, и это мне знаете, что напоминает в данном случае? Вот у нас министр закордонных справ Сиярта сказал, что Порошенко проводит антивенгерскую политику, да, вот антивенгерский курс, на самом деле наша власть не просто спаррингует с руководством Венгрии, но они, как мне, это подозрение, предположение, да, но они, возможно, переняли что-то как раз из венгерского опыта политической борьбы, политических реалий. Там вот эта партия премьер-министра Орбана, она же на самом деле правая партия, но правоцентристская, они заимствовали часть лозунгов, характерных для более правой партии, крайне правой партии Йобик. И они таким образом, отобрав лозунги у крайне правой партии, победили с большим результатом на парламентских выборах последних. То есть они фактически сделали маневр вправо, сдвиг вправо свои идеологии. Возможно, тем самым пытается сейчас, то же самое пытается сейчас сделать БПП, но они фактически это уже сделали на президентских выборах. Но что такое президентские выборы? Это первый этап парламентских выборов. На самом деле у нас одновременно проходит сейчас, уже давно проходит две кампании, парламентская и президентская. Просто специфика в том, что на первом этапе этой политической борьбы акцент делается на президентской кампании, а парламентская в фоновом режиме. А вот после оглашения официальных результатов, даже после того, как стало понятно, по результатам экзитполова, что побеждает Зеленский, фактически можно говорить, что постепенно акцент смещается на парламентскую кампанию. Кстати, она согласно календарному графику Центра избиркома начнется в конце 20-х чисел июля. И вот на самом деле можно говорить о том, что парламентская кампания началась тогда же, когда началась президентская кампания. А президентская кампания на самом деле закончится не тогда, когда будет официальное оглашение выборов, результатов выборов или инаугурация нового президента, а тогда, когда будет сформирована новая коалиция и правительство уже по итогам парламентских выборов. Потому что тогда будет понятно, что есть президентская власть в Украине, то есть с точки зрения наличия или отсутствия тех или иных ресурсов для того, чтобы реализовать те или иные стратегии. И вот в данном случае получается так, что Петр Порошенко, он уже эти темы позаимствовал у партии Свобода и других праворадикальных партий, он отобрал с помощью этих тем электорат в базовых регионах партии Свобода, и эту же тему, если они будут продолжать дальше, более активно на парламентских выборах, то я не исключаю, что да, Свобода может оказаться жертвой вот этих изменений, то есть ее может постичь приблизительно та же электоральная судьба, что в свое время постигла и Компартию. То есть я не говорю о том, что Свободу запретят, поскольку Компартию вроде запретили, и то там судебные пока тяжбы что-то были, я так не помню, чем это все закончилось. Но тем не менее, вот фактически олигархи, которые, Союз Олигархов и Бандеровцев, он приведет к уничтожению как раз одной из редких идеологических партий в Украине, независимо от того, нравится вам или не нравится эта идеология, но это вот экспансия. Завершается у нас постсоветский период, а что такое Совок, образно говоря, это и коммунисты, и им подобные, и декоммунизаторы тоже. Совок у нас закончится тогда, когда у нас будут политики, которые не будут говорить о прошлых обидах, прошлых трагедиях, мстить империям, вспоминать, как во время обсуждения. Этих правок по поводу закона о государственном языке, которые не будут жить прошлым, которые будут говорить исключительно о будущем, а не пытаться перевоевать прошлое. Поэтому вот у нас прошло не 40 лет, у нас еще впереди полтора десятка лет, и вот я думаю, что мы видим как раз закат постсоветской эпохи, в том числе в том, как с одной стороны вот эта олигархическая система, она изживает себя, с ней уходят идеологические партии олигархи, их просто-напросто вытесняют. Ну и что еще, если говорить о том, насколько большой рейтинг может взять партия Петра Порошенко на парламентских выборах. Как я уже сказал, что разгромное поражение Петра Порошенко не может бесследно пройти для него из БПП, возможно миграция в партию Гройсмана, ни одного Гройсмана, еще каких-то лидеров, с тем, чтобы попытаться вот на позитиве каком-то вернуться в парламент. Я не исключаю, что может быть даже будет союз Гройсмана и Авакова. Будет это так или нет, но допускаю, что такой вариант может быть. Может быть Аваков будет идти в отдельном проекте. Мы видим, что Аваков фактически по итогам президентских выборов тоже стал одним из победителей. Теперь на поле Народного фронта, что теперь Яценюк или кто-то другой? Аваков теперь стержень, вокруг которого однозначный, да, будет формироваться новый проект на базе Народного фронта. То ли это какой-то ребрендинг Народного фронта, то ли это нечто новое. Уйдет Аваков и с ним многие уйдут. Я не исключаю, что часть Народного фронта может уйти и в партию, в правоконсервативный проект партии Петра Порошенко. Но я не думаю, что многие уйдут туда. Вот Парубий может туда пойти, вполне. Легко и непринужденно. Он, по-моему, на это работает. А те, которые не слишком идеологичные, депутаты из БПП и Народного фронта, либо пойдут к Авакову, либо к Гройсману и сотоварищей. Кто там будет сотоварищей? Ну вот весь этот период такой, скажем, естественной дестабилизации при передаче власти, он определенным образом открывает слабинку для внешней угрозы. И вот эти вот заявления Путина о упрощении, получении гражданством для людей на оккупированных территориях, вот что это за вызов такой перед Украиной и как его надо преодолевать? Смотрел я и слушал заседание Совета Безопасности, ООН, созданное по просьбе Украины. Германия, как председательствующая сторона, поддержала это. Ну, какие общие впечатления? Каждый говорил о своем. Вот представители ОБСЕ сделали доклад о том, что происходит за тот период, который прошел после последнего заседания в ООН. Представители западных держав, я имею ввиду Франция, Великобритания, Германия, Соединенные Штаты, они говорили в общем-то об одном, но как бы о своем, как это видится все с точки зрения западного мира. Посол, вернее, спецпредставитель Российской, постоянный представитель Российской Федерации говорил о своем, а представитель Украины говорил еще о своем. То есть получается, а, представитель Китая вообще сделал краткий такой доклад, слишком нейтральный, слишком общий, вроде бы о поддержке территориальной целости, суверенитета, но в то же время он не артикулировал какие-то моменты, чтобы было больше однозначности относительно ситуации на Донбассе. Все-таки больше выглядело так, что да, Китай не то что не одобряет, но он не считает правильной ситуацией с Донбассом. Наверное, просто не это интереса никакого Китая. Просто Китай делает дипломатичные такие заявления, он считает, что это не их проблема, поэтому так. Но, тем не менее, да, можно увидеть в том, что сказал постоянный представитель Китая, что да, все-таки они считают позицию России по поводу Донбасса неправильной, но точно так же можно интерпретировать, что они не одобряют и позицию украинского руководства по поводу Донбасса. Поэтому там много можно было бы прочитать, потому что ситуацию на Донбассе точно Китай не считает правильной, это однозначно. Что касается в итоге, да, выглядело так, что с одной стороны, со стороны западных представителей были оценки, что Россия осуществила провокацию, что это противоречит духу Минских соглашений, вместе с тем представитель Украины даже высказал некоторые эти упреки, открыто высказал упреки в сторону западных партнеров, когда говорил о том, что мы надеемся, что это не закончится какими-то обеспокоенностями очередными и так далее, призываем ввести новые санкции. Но закончилось все ничем, никакого решения не было, говорят, что текст документа будет позже оглашен, согласован, но опять-таки согласовать это все непросто, и в любом случае согласовывать нужно с Россией, это значит, что скорее всего никакого такого особого заявления не будет, санкций тоже не будет. Все, как я говорил в прошлой программе, что в вопросах санкций Запад дошел до того предела, когда более серьезные санкции, они ударяют более серьезные по Западу. Периодически напоминаю, заместитель министра финансов, кажется, или торговли США во время слушаний в Конгрессе осенью 2018 года, отвечая на вопросы конгрессменов относительно и Свифта и так далее, и тому подобное, заключение от Свифта и то, что касается суверенного долга, она сказала, что более жесткие санкции на самом деле приносят и больше вреда под Соединенным Штатом, и тут нужно осторожно все взвешивать. Очень продуманно к этому относиться, что фактически означало, что новых санкций таких масштабных, действенных, эффективных не будет. Поэтому я думаю, что для западных государств заседание Совбеза ООН, оно было не более чем элемент оглашения политической какой-то позиции, фиксации. Даже само заседание Совбеза, это тоже на тему раздачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на территории Ордло. Это сам по себе политический жест серьезный, неприятный для Российской Федерации. Но вместе с тем завершилось все, как я говорил, что ничья, да, все говорили о своем. И да, выглядит так, что постоянные представители Украины вроде бы обращался к Западу, но разговаривал с пустотой. Более того, я отмечу выступление постоянного представителя Франции, который сделал такой интересный отсыл, что вот новый президент и надежды на то, что будут какие-то изменения, которые позволят сдвинуть процесс регулирования, то есть до какого-то прогресса ожидают от того, что сменился президент, и изменятся подходы в Украине, в украинской власти. Поэтому тоже вот интересный момент. Ну и если говорить о самой истории с паспортами, да, Небензи отрицал, что это связано с результатами выборов. Ну, слушайте, можно отрицать все, что угодно, но по факту мы видим, даже, может быть, и умысла не было, но по факту мы видим, что действительно это провокация. Провокация на что рассчитанная? Я думаю так, что в любом случае это решение появилось, возможно, после того, как стало понятно, что при Зеленском существенных изменений позиции государственного руководства Украины в вопросах Крыма и Донбасса ожидать не стоит. Поэтому вот подобное решение, указ президента Путина об упрощении предоставления российского гражданства жителям Ордло, это с одной стороны, как это лучше сказать, это повышение градуса, да, это принуждение в каком-то смысле, да, принуждение, или даже, так, попытка повлиять на украинское руководство для поиска каких-то решений, но с учетом тех позиций, которые видит правильными Российская Федерация. Что касается урегулирования, да, то есть такое, знаете, принуждение к компромиссу на тех условиях, которые считает правильными Российская Федерация. Во-втором, второй смысл в этом, это угроза интеграции, возможной будущей интеграции Ордло в состав Российской Федерации, потому что вся эта история с паспортами, многие заметили, имеет параллели с Южной Осетией, и особенно с Приднестровьем. Но Приднестровье-то оно отделено от территории Российской Федерации, Осетия-это другая этническая территория, хотя, опять-таки, в составе Российской Федерации Северная Осетия и два народа живут по разные стороны от горного хребта, да, вернее, один народ живет по две стороны от хребта. Тем не менее, ситуация с Донбассом в данном смысле еще более специфична, уникальна в том, что в перспективе, то есть я не исключаю, что это, возможно, начало такой, знаете, ползучей аннексии Ордло, потому что, когда там появится определенная граническая масса российских паспортов, то может стать вопрос о новом проведении референдума о вхождении в состав Российской Федерации, не о независимости, и что тут, что тут поделаешь, да? Да, но это вопрос пока что будущей, будущего. То есть неоднозначно, что такой сценарий будет, но такой сценарий вполне начинает просматриваться. А что касается в том, кто виноват, да, это российская политика. Россия показывает, что у нее сильная позиция, что она будет гнуть свою линию, что она не собирается отступать ни перед позицией Запада, и тем более перед позицией украинского руководства. Да, возможно, с помощью этого решения, да, принуждения к компромиссу, возможно, это на самом деле адресовано не столько даже Украине, сколько западным партнерам Украины, которые являются участниками переговорного процесса относительно Донбасса. То есть давайте что-то предпринимайте, оказывайте давление на украинскую власть, чтобы вот было иначе, вот может быть такое. Мария Захарова заявила, что это уже как бы де-факто граждане России. Вот это интересно такая фраза звучала. Я видел российскую статистику, что 360 тысяч граждан Украины с территории РДЛО, которые находятся на территории России, я так понимаю, получили российские паспорта. Да, они это объясняют гуманитарными какими-то соображениями, но опять-таки, тут не совсем в гуманитарных делах, не совсем в гуманитарных аспектах речь. Я думаю, что здесь все-таки больше политики. Ну, если говорить о том, кто виноват, несомненно, что Россия играет в свою игру, жестко играет в отношении Украины, используя тему Донбасса, по поводу Донбасса эту игру. Но вместе с тем нужно понимать, что могла ли возникнуть подобная ситуация, если бы украинское руководство все эти пять лет пыталось искать какие-то варианты для того, чтобы все-таки найти какие-то более-менее компромиссы, но в свою пользу, да? Потому что Запад ввел санкции зачем? Не навечно же. Они решили нам помочь, и то, что они ввели санкции, то есть на какое-то длительное время для того, чтобы нас поддержать в том, чтобы в какой-то промежуток времени смогли более-менее выгодно, да, этот вопрос с Донбассом разрешить, вывести его из... То есть ситуация не может продолжаться вечно, нужно понимать. Ситуация, если бытовые параллели привести, то это когда вы видите, кто-то из ваших соседей что-то делает, да? Допустим, вот, ну, подержи вот здесь вот, подержи, я сейчас прикручу, да, что-то там шуруповертом или чем, или придержи, я сейчас что-то отпилю, или а ну помоги мне вот донести вот это вот туда. Ну, и мы соглашаемся. А когда возникает вопрос, что я это прикручу, и потом и это, и это, это все затягивается надолго, мы понимаем, что у нас есть свои дела, и мы не собирались делать вместе с соседом ремонт весь его до конца. Да, что-то, какое-то конкретное действие помочь, это однозначно. Поэтому вот ситуация с кризисом, время работает против нас. У нас есть пока еще несколько лет для того, чтобы попытаться выйти какой-то более-менее, на какой-то более-менее оптимальный вариант урегулирования. Затягивание все больше превращает всю эту ситуацию в то, чем стало Приднестровье, но Приднестровье отделено от России и территории Украины, а Ордло не отделены. И в этом крайне важная и вопиющая разница всех этих двух ситуаций. Поэтому неизвестно, что с этим Западом еще будет, да, и как что будет с санкционным режимом. Я думаю, что Россия пытается демонстрировать силу, понимая, что да, и санкционный режим может ослабнуть, чудоизмениться и так далее. Это не значит, что Запад просто так отменит санкции. Но в ближайшие пару лет этого не будет, а там неизвестно, что будет. Вот встреча Путина с Ким Чен Ином, это игра России с Западом или с Китаем? Это не игра ни с Западом, ни с Китаем. Если говорить о смыслах всей этой встречи со стороны Ким Чен Ина и со стороны Владимира Путина, то и в том, и в другом случае это больше политические смыслы, связанные с внутриполитической аудиторией. Вот почему только сейчас Ким Чен Ин решил поехать с визитом в Россию и встретиться. В 2018 году трижды он побывал в Пекине. Там его с огромным почетом встречали, караулами, по дворцам водили, размещали в дворцах, чай пили во дворцах, встречи проводили во дворцах. То есть, внимание было на самом высоком уровне. По два, по три дня он там был. Ну, по три там полных не было, но тем не менее. В этом году, в свой день рождения, Ким Чен Ин был в Пекине тоже с визитом пару дней. Тоже дворцы, почет большой, внимание. То есть, специфика взаимоотношений Китая и КНДР в том, что КНДР больше всего зависит от Пекина и в политическом, и в экономическом смысле. Именно китайские санкции, два пакета, которые были введены во второй половине 2017 года принудили Ким Чен Ина к тому, чтобы прекратить вот эти безрассудные пуски ракет через японскую территорию, прекратить испытания и сказать на пленуме 2017 года в декабре, что вот все мы вывели обороноспособность на нужный уровень, теперь занимаемся экономическим развитием. И поехал в Китай в марте сдаваться Си Цзиньпину, принести извинения за безрассудные пуски и сдаться на милость, образно говоря. Мы видим, что все вот эти контакты Ким Чен Ина, все эти переговоры между КНДР и США, они синхронизируются с контактами КНДР и Китаем. Поэтому, если говорить о том, куда и почему ездил Ким Чен Ин до этого, четыре раза был в Китае. Один раз он был в Сингапуре, но он летел в Сингапур с территории Китая, на китайском правительственном самолете, то есть с которым фактически двигалась вся военная мощь Китая, и политическая, и экономическая. Во Вьетнам, Вьетнам тоже соседняя с Китаем страна, тоже как бы дружественная, поэтому у Ким Чен Ина не было опасений, что он, то есть меньше всего было опасений с точки зрения обеспечения безопасности. На бронепоезде, на самолете, но тем не менее гарантии со стороны Китая принимаются, я думаю, что Китаю верит больше всего. На самом деле Китай для Северной Кореи и главный гарант безопасности и неприкосновенности в военно-политическом смысле, и самый крупный экономический партнер. Россия во всем этом уступает Китаю. Почему раньше не состоялся визит в Россию Ким Чен Ина? Я думаю, что вариант, почему не состоялись переговоры в Женеве, как там предлагали, в Стокгольме или где-то еще, каким Астрампом, потому что слишком далеко. И вот встречи на высоком уровне в России, это либо Москва, это либо Санкт-Петербург. По-видимому, самолетом он не решается лететь столько времени, потому что в самолете, если будет какая-то чрезвычайная ситуация или взрыве, или что-то подобное, самолет будет падать и меньше возможности выжить. А бронепоезд, он едет по земле, как бы там ни было. Могут тоже быть разные происшествия, чьи-то происки, но, тем не менее, это на земле, это не с неба падать. Я думаю, что фактор географический, а с другой стороны, возможно, просто теперь, хотя, опять-таки, представители, официальные представители России много раз говорили о том, что вот визит Кима в Россию, да, и это в основном касается Совета Федерации, в Совете Федерации говорили, в Думе, но, тем не менее, состоялся почему? Потому что форум во Владивостоке с Владимиром Путиным, это почти рядом с границей, российско-корейской границей, поэтому на бронепоезде доехал до границы, до первой российской станции, подключили российский электровоз, поехали дальше, встретились, поговорили, и раньше времени уехал. Зачем это нужно было Киму? Я думаю, исключительно для того, чтобы, во-первых, показать северокорейским гражданам, что никакой изоляции нету, что вот общается с лидерами великих держав, тем более Россия не такой огромный экономический, политический партнер Северной Кореи, как Китай, но, тем не менее, тоже важный, серьезный партнер. Ну и говорили о чем? Говорили о возможности, о перспективах строительства железной дороги из России через Северную Корею в Южную, газопровод тоже, о возможности инвестиций, это же свободная экономическая зона Раджин, я думаю, что Ким рассчитывал, возможно, на какие-то договоренности, которые хоть немного попытаются, помогут сдвинуть, позволят сдвинуть как раз вопросы экономического сотрудничества. Вступление в ШОС не говорили? Но, а я думаю, что это не с Россией нужно обсуждать вступление в ШОС. Так вот, я думаю, что у Кима были исключительно внутриполитические задачи. То есть, это визит для Кима, больше символический политический такой вояж, который важен для внутриполитического употребления. Но, получил ли он то, что хотел? Во-первых, может быть, я ошибаюсь, прием не совсем, наверное, устроил Ким Чен Ына. Возможно, я ошибаюсь. Почему я так думаю? Встречали его министр, кажется, который отвечает за развитие Дальнего Востока, российский, да, был возле вокзала почетный караул с оркестром. Но, опять-таки, ни вице-премьера, ни премьер-министра, ни тем более президента не было. Сравните с тем, как в Китае встречали, да? На вокзале, да, встречали не первые лица в Пекине Ким Чен Ына, но, тем не менее, все, что касается почетного караула и так далее, это первые лица или около того. Поэтому, да, вот этот парад, я обратил внимание на фото, я видел, посмотрел это по фото на Жен Мин Жи Бао. Вот, знаете, с одной стороны, да, Ким Чен Ыну было приятно, но вот иногда такое выражение лица, да, что его не совсем устраивает. То есть его не приняли, то есть в данном случае, независимо от причин, почему не встречали первые лица, я предполагаю, что могло у Ким Чен Ына сложиться такое, знаете, ощущение, что его не приняли как равного. Все-таки, знаете, когда лица повыше официальным статусом встречают, это намного более приятнее и признак равенства. Путин прибыл позже. Но то, что Путин прибыл позже во Владивосток, это особо ничего не значит, потому что мы знаем, что и во Вьетнам Ким Чен Ын раньше Трампа прибыл, и в Сингапур, но там он встречался с первыми лицами, с первыми лицами Вьетнама, с премьер-министром Сингапура. А здесь вот прибыл, в провинцию российскую, его встретили там какой-то почетный караул, потом позже прилетел Путин, они поговорили два часа при закрытых дверях, да, потом были переговоры с участием делегаций, да, подарил этот корейский клинок, да, они там выпили бокалы. В итоге, что теперь касается смыслов с точки зрения российской стороны, как мне кажется, для них это тоже был символический смысл, который исключительно с прицелом на внутриполитическую аудиторию, для того, чтобы подчеркнуть таким образом важную роль России как арбитра, да, как мировой державы, в мировой политике, в том числе в решении северокорейской этой проблемы, ракетно-ядерной программы. Поэтому не исключаю, что вот встреча такая, Ким Чен Ына, не первые лица встречали, это тоже могла быть задумка, опять-таки это предположение, могла быть задумка с тем, чтобы показать различия статусов. Ну и мы знаем, что бронепоезд, который, кстати, был сделан еще для деда Ким Чен Ына, да, Ким Ир Сена, его там, не знаю, состоялась экскурсия или не в доме Ким Ир Сена, в котором был его дед, посещал. Но, насколько я понял из средств массовой информации, визит завершился раньше времени. То есть, часть программы Ким не стал там проводить. Ну, представляете, Путин, скорее всего, спешил уже в Китай на форум, на второй форум пояса и пути. В смысле его там было ходить по этим всем объектам, просто того, как поговорил с Путиным. И плюс еще такой, возможно, вот прием, возможно, его задел лично, да, какие-то эмоции. Не то, что не первые лица встречали, и это с этим почетным караулом. Ну, и кроме того, если говорить о содержании разговора. На самом деле, это же Путин говорил, что да, поговорили об экономике, там, корейские рабочие и так далее, и тому подобное. Но, что касается самого важного до Ким Чен Ина, это вопрос снятия санкций, у Путина прозвучала такая фраза, что, опять-таки, я не все видел, возможно, где-то что-то другое, но то, что цитировали СМИ, что приблизительно так, что нужно терпение, да. То есть, понятно, что российская сторона поддерживает позицию Пхеньяна, кстати, как и китайская, в первую очередь поддерживает, что в обмен на денуклеаризацию нужны серьезные политические гарантии безопасности для Северной Кореи, то, что на нее не нападут, не будут менять строй и тому подобное. Поэтому, да, получается так, в итоге, в сухом остатке, что был этот политический символизм, который и российское руководство использовало для своего внутриполитического употребления гражданам России, вот, преподнесли, да, вот важная роль России в этих вопросах, в Северной Корее власти для своих граждан это преподнесли определенным образом, но каких-то подвижек, сдвижек нету. Я видел еще абсурдную идею о том, чтобы снова очередная большая сделка, сумасшедшая, вечно что-то меняют разные деятели, то меняют Сирию на Донбасс, то еще что-то, в этот раз пытались рассказать, что Корею на Донбасс меняют, да, или что-то еще. Поэтому никаких обменов, никаких сделок нету, потому что не может быть никаких сделок, между Россией и США по поводу Северной Кореи из-за того, что почти монопольная роль во всех политических процессах, связанных с Северной Кореей в переговорах принадлежит Китаю. Все, это жестко, это железно, это неизменимо, и никто не сможет состязаться с Китаем в его влиянии как раз во всем, что касается Восточной Азии и Северной Кореи. То есть, попробуй Россия даже гипотетически такую сделку заключить США, то она получит огромный конфликт с Китаем. Да не может она, гипотетически, эта сделка состояться, гипотетически, да, существовать, нет, не будет тут никакого конфликта с Китаем, потому что невозможно гипотетически такая сделка. Потому что Северная Корея зависит экономически и в политическом, и военном смысле от Китая, преимущественно от Китая, главным образом от Китая, не знаю, на 90% от Китая. То есть, американцы не захватывают Северную Корею не потому, что эта позиция России не позволяет им сделать, а потому, что Китай, китайские добровольцы. Вот, кстати, недавно было чествование в апреле День Героев, там есть такой праздник в Китае, вот они чествуют, в том числе вот тех, кто воевали за Северную Корею, чествовали в Китае, в том числе на территории, кстати, Северной Кореи отдали дань уважения погибшим китайским добровольцам, там остатки так китайских, китайцев, которые принимали в той войне, возвращали в Китай. То есть, там просто у России нет такого сопоставимого влияния, сопоставимого с влиянием Китая в корейских вопросах, чтобы она вообще, чтобы вообще можно было бы говорить о какой-либо гипотетической возможности какой-то сделки между Москвой и Вашингтоном. Ну, там просто этого нет. Это все равно, что мы будем заключать сделку относительно, допустим, давайте Францию поменяем. Да, относительно других государств, да, давайте мы договоримся с Соединенными Штатами о том, что мы отдадим им, допустим, Кувейт, да, а Саудовская Аравия отдаст Кувейт, да, или что-то подобное, или Джибути, да, мы договоримся с США, вот Джибути мы кому-то отдаем, а Саудовскую Аравию они спросили. Понятно, что влияние Саудовского дома в заливе, в арабских государствах залива очень большое или что-нибудь подобное, да, понятно, поэтому все это вот форум, да, кстати, спрашивали меня тоже вчера в одной из программ, с кем дальше может встретиться еще Ким Чиным, я не исключаю, что с кем-то из должностных, официальных должностных лиц Японии, японские представители несколько раз озвучивали, что да, было бы неплохо поговорить, но где опять-таки встретиться, мы видим, что даже через территорию России Ким Чиным не рискнул ехать пару-тройку суток на поезде, да, или четверо суток до этого Петербурга, он через границу приехал, самолетом тоже не рискнул лететь в Москву, Петербург, вот через границу переехать, да, это устраивает, поэтому, если будет встреча Ким Чиным с кем-то еще, в том числе с официальными представителями Японии, то я думаю, что на территории Китая, вот, да, вот непонятно, кстати, как, форум, да, там же-то много собралось представителей, там, нескольких, нескольких десятков государств на очень высоком уровне, президенты, премьер-министры, вице-президенты, я точную цифру пока не нашел, правда, особо и не искал, но по Жен-Минь-Жибау последние, вот, новости, которые я смотрел, это на русской, на русскоязычной версии, цифру, то есть количество государств, президентов, вице-президентов и премьеров я не нашел, возможно, она появится чуть позже, но это представительный очень форум, очень представительный, в двустороннем формате, там, в самых разных парах проходят встречи, я имею в виду, Си Цзиньпин с кем-то встречается, с кем-то, премьер-госсовета Ли Ки Циан, это по-нашему премьер-министр, с кем-то еще встречаются дополнительно какие-то другие официальные лица Китая, но это дискуссионная площадка, дискуссионная площадка, кстати, по поводу торгового соглашения США и Китая, вот оно снова отложилось, я в прошлой программе говорил, что скорее всего на май, то есть будем надеяться, что в мае все-таки подпишут, каких-то более новых нюансов за время прошедшего после последней нашей с вами программы не наблюдалось. Ну что ж, будем смотреть, как будут разворачиваться эти события, обязательно позовем вас, чтобы вы их прокомментировали. Спасибо. С вами был Ватимир Воля, а вы оставайтесь дальше на наших эфирах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова